Называется он «Телефонный разговор». Алло, Маш, привет, слушай, сюда. Здесь такое положение получился, если мы его сегодня не возьмём, потом его не бывает. Но ты его знаешь, это нашему инженеру принесли подарок для его жены в день рождения, а для его жены это не подошёл. Ну не подошёл, она оказалась в три раза больше. А он и скажет, возьми себе для тебя, если для тебя это что-что. Но это не можно тебе вслух сказать, что я тебе с работы звоню. Здесь сегодня с толку народу какое-то истолпотворение, как будто второй раз зарплату привезли. Ты сколько раз я тебе сказал? Учи наш язык! Один слово я тебе говорил бы, никакой проблем не было. И теперь соображаюсь, что тебе сказать... Извини. Добрый день, вы ко мне. Я прошу вас, сидите, пожалуйста, два минуты, я быстрее скажу. И там свежие журналы, газеты. Ты пока почитайте, да, я быстрее, да. Маша, я тебе буду это намекнуть, ты быстрее соображаешься. Сидите там спокойно. В общем, это... Это чисто женская вещь. Думай, 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 думай. Чистая женская вещь. А нет, не кастрюля. Из одежды. Нет, не полто. Глубже внутрь. Догадался? Ну, вот что это устанавливается в парках, в скверах, в садах? Памятник. Памятник — это когда полный рост с ногами. А когда до пояса без ног... Какой инвалид. Это одежда такая. Нет, не выходная. Можно сказать... На каждый день. Тебе нужно это на каждый день? А то что? Не в чей магазин выскочить? Ты вообще представляешь, что мне предлагают? Ну, в чем ты? По улицам не пойдешь, и я... А по пляжу можно. Шлепанцах. Ты что, по пляжу в одном шлепанцах ходишь, что ли? Что, поняла, поняла. Нет, не соломенная шляпка, а... Здесь, как будто бы, два шляпка. Сообразила? Ну, вот представь, два пловца в шапочках плывут рядом. Если сверху смотреть, что это напоминает? Они рядом, в шапочках, в финишу. Что ты можешь сказать? Победила дружба. Маша, может быть, это немножко и грубо, но ты сразу поймешь. Ты корову видала? Откуда у нее молоко берется? Правильно, умница сообразила, но это еще мне предлагали. Причем здесь доил мне аппарат? Ну, вспомни, ты меня еще утром просила застегнуть. Что я тебе так застегнул, что? Что Степан Петрович на работе расстегнуть не смог? Всем отделом расстегивали? Какой портфел? Ну, перечем и здесь в партии, что ты сразу плакать начинаешь. Ничего страшного нет. Не подойдет, не надо. Разделим пополам, сделаем два тюбетейки. Я сам на свет буду.